Всем добрый день! В этом видео расскажу про Максима в возрасте от 8 до 9 лет. Это, соответственно, 2022 год и начало 2023. Ничего такого принципиально нового не произошло. Я бы не сказала, что были какие-то скачки в развитии или, наоборот, какие-то резкие ухудшения. В принципе, всё то же самое, но есть нюансы. Есть нюансы в поведении, нюансы в общении с братом. Потом появилась раздражительность, элементы агрессии. Ну, в общем, обо всём по порядку. Как я говорила в предыдущих видео, программа у нас в школе 8.2 с пролонгированной началкой. Мы закончили первый год с трудом, с истериками, через «не хочу», через «нытьё». И я поняла, что это было правильно, потому что даже вот такую программу мы с трудом освоили. А чтобы было с полной программой, я даже не знаю, это, наверное, всё. Это был бы конец моей нервной системе, нервной системе Максима и всех соседей, которые, скорее всего, слышат то, как мы не хотим что-либо делать. Ещё в предыдущих видео я забыла упомянуть, что до первого класса Максим пробовал новую программу, помогающую детям спокойнее реагировать на отказы и принимать действительность, такой, какая она есть. Метод назывался Хенли, если хотите, почитайте про него. Когда он был маленький, такого метода ещё не было, либо не было людей, которые умеют им пользоваться. Соответственно, если бы все эти методы разновидности биотерапии существовали ещё тогда, то, скорее всего, мы бы научились лучше и быстрее пресекать истерики и недовольства на отказы. Я думаю, что многие дети, многие родители детей с раз знают, что это такое, когда у ребёнка нет толерантности к отказу, когда ему говорят, что там что-то нельзя или там, подожди, вот это сейчас невозможно, и у ребёнка начинается бурная истерика. Вот метод Хенли помогает с этим справиться, если его правильно применяют и если нет какой-то альтернативы, как это сделать получше. Так вот, вернёмся к учёбе. Закончили мы этот первый год. За лето успели забыть, как пишется половина букв прописных. Максиму с трудом давалось письмо. Он очень долго не мог выучить, как пишутся разные буквы, потом всё-таки выучил. Почерк, конечно, это что-то с чем-то. Пропускают иногда буквы, но скорее от невнимательности какой-то вот такой задумчивости. С математикой таких проблем нет. Я считаю, что она достаточно лёгкая для него, но он делает ошибки из-за невнимательности. Что-то упустил, на что-то отвлёкся, неправильно прочитал задание, либо вообще проигнорировал задание и сделал, что хотел, сделал. Вот из-за этого есть проблемы. Проблема есть с пересказом, пониманием текста. Но сейчас уже на второй год это всё улучшилось. Более-менее стихи он по-прежнему очень быстро учит. У него какая-то очень хорошая память именно из стихотворения. Он мне говорит, ой, мы это учили в том году, я его до сих пор помню. Зачем мне его заново это учить? Но тем не менее может забыть, как пишется буква «Р». Но помнить стихотворение с прошлого года. Вот это, да, такая вот особенность памяти выборочная. За лето мы стали забывать, как пишутся буквы. Нас спасло то, что нам выдали распечатки домашнего задания на каждый день лета. Очень удобно. Мы их распечатали и делали. То есть каждый день лета, то есть 1 июня, 31 августа у нас было задание на каждый день. Можно было делать по одному заданию каждый день, либо сразу за всю неделю. Математика, русский язык. Мы это всё сидели, делали. Получали за это 10 минут игры на планшете. То есть сделал одно задание, 10 минут сделал, 7 заданий. Около часа мы давали поиграть в планшет. И таким образом всё-таки не забыли большую часть программы из-за того, что мы её делали летом. Это очень помогло. Далее, что было после первого класса. Была поездка за границу, где у Максима был прогресс в плане плавания и ныряния. Раньше мы боялись, что когда в лицо попадает вода, бассейн не помог. Мы ходили в бассейн, боялся нырять. Вода в лицо, всё фу-фу-фу. А в бассейне за границей спокойно нырял постоянно. Надевая очки, съезжал с горок. И вот эта боязнь преодолел он. И наоборот, хотел сам. Я хочу поглубже, я хочу прыгать и нырять где поглубже. Это плюс несомненный. С едой в отеле всё было хорошо у Максима. Он ел отварную брюссельскую капусту, брокколи. Картошку фри он любил. Ну, супы так кряхтяну что-то как-то. Десерты, в принципе, с ним. Вот с едой такой уж огромной проблемы не было. Макароны просто обычные с маслом, без всяких подлив. Вот это всё он вроде как ел. В школе он есть не хочет, потому что там, опять же, если это макароны, то они чем-то политые. Котлета близко примыкает к макаронам. А так даже быть не должно. Не должно быть ничего лишнего. Салат. В салате есть помидоры, и он их не хочет. Соответственно, он отъесть не будет. Он говорит, что я поем дома. Мне это всё не надо. Вот. Также мы были у педиатра Сергея Бутрия. Очень известный педиатр. У него есть старший сын с РАС, с Эдром Аспергера. Я туда водила обоих детей к нему. И он заметил, естественно, что у детей есть гиперактивность, есть позиционно вызывающее поведение. И, наконец, я поняла, как называется проблема у детей с питанием. Оказывается, у этой проблемы избирательного питания есть название. Мне дали книжку почитать, посмотреть лекции, видео о расстройстве пищевого поведения. Мы это называем РПП, но для детей это называется немножко по-другому. Это называется избегающее ограничительное расстройство приема пищи. Есть такой диагноз в МКБ. Так что это действительно есть. Про это мало кто знает. К сожалению, я думаю, что родители детей с РАС могли с этим столкнуться и в саду, и в школе. Потому что дети не могут есть то, что едят все вокруг. Дети едят какое-то ограниченное количество продуктов. Поездки куда-то за границу сопровождаются взятием с собой чемодана, в котором отдельно только еда, которую едят эти дети. Если это сок, то это одна только марка с определенным вкусом. Не дай бог там поменяется упаковка. Это была истерика. Вот у младшего была истерика. Потому что начались проблемы с тетропаком, как вы знаете. Это там с чернилами, видимо, еще что-то. И сок поменял упаковку. Все то же самое, но цвет другой. Какая же это была истерика. Не докажешь, естественно, что это тот же самый сок, потому что это уже где-то на каком-то другом уровне. Это нерационально и нелогично. Но этому есть объяснение. Это не плохое поведение, это не баловство. Это конкретный диагноз, да. Это разновидность, расстройство, приемы пищи. Она не связана с тем, что бывает у подростков, которые считают себя толстыми, им не нравится отражение в зеркале. Это другое. Хорошая новость в том, что вот это избегающее поведение, в принципе, можно чуть-чуть перерасти. Оно примерно около двух лет начинается. У кого-то это с рождения, как у Максима. И со временем рацион все-таки расширяется. Здесь могут помочь иметь тераписты, которые как-то вот помогут не бояться хотя бы попробовать новую пищу, потому что есть страх иногда перед новизной пищи. Соответственно, вроде бы это могло бы гипотетически понравиться, но мы этого никогда не узнаем, потому что мы боимся это попробовать. И даже если в рот как-то засунем, то выплюнем. Там есть много нюансов, запах, текстура не так выглядит, ни той температуры, ни с той тарелки, ни того цвета, и много-много всяких нюансов. Они со временем улучшаются. Но бывает, что сохраняются на всю жизнь и в взрослом возрасте. Я думаю, что есть, вы знаете, скорее всего, примеры таких людей, которые и во взрослом возрасте, у них есть достаточно ограниченный рацион и такая большая придирчивость к еде. Дальше. Я остановилась на отдыхе. Про еду рассказала. Да, вот были хорошие моменты на отдыхе. Максим тогда играл в планшеты, интересовался популярными играми, такими как Роблокс, там Бравл Старс, по-моему, Майнкрафт есть. Вот мальчики любят играть. И он там нашел ровесника на отдыхе. И они общались на тему планшета. Я не очень люблю эти все стрелялки в планшете. Естественно, если у меня был бы выбор вернуться в прошлое и как-то отменить эти игры и не давать, в принципе, их скачивать, возможно, я бы так сделала. Но это дает общую тему для разговора с норматипичными детьми. И это для меня все-таки и для него плюс. Ребенок может общаться, у него есть повод и мотивация общаться. Это игры, в которые играют сейчас почти все дети. Соответственно, он там нашел друга, они с ним общались на тему игр, они там гуляли, какие-то вопросы другу задавали. Все бы ничего. Но у нас один раз случилась прям конкретная истерика. Опять же, на отдыхе. Максим съехал с горки в бассейн, и у него с олба слетели очки. Бассейн неглубокий. Я ему говорю, Максим, достань рукой или ногой подцепи эти очки и подними со дна. У него случилась истерика. Он не слышал ничего, что я ему говорю. Он вылез на берег и просто орал. «Очки! Я потерял! Не найду! Никогда очки! Очки!» Это заметил спасатель. Или он попросил каких-то ребят, которые там плавали, «Достаньте, они вон лежат». В принципе, неглубоко. Мальчики нырнули, отдали ему очки. И, конечно, я так немножко расстроилась, потому что, ну вот, да, есть вот эти моменты непредсказуемые, которые его сильно отличают от других детей его возраста. Вот такие ситуации, которыми... Либо он не готов, либо он сразу просто опускает руки и начинается истерика, где просто не слышит, что ему говорят. Просто истерит и истерит. Всё потерялось, всё не найду. Хотя вот, казалось бы, руку засунь, да, и со дна подними. Но он просто не слышал меня тогда, к сожалению. Дальше. Хотела ещё рассказать о... Что ещё? Про школу могу продолжить. В школе каких-то проблем не было. Там он себя старается вести хорошо. Ну, сейчас уже, когда второй год учимся, начинает немножко хулиганить со своими одноклассниками. Там какие-то шуточки у них появляются. Вот любимая туалетная тема осталась. То, где пукнуло. Это очень смешно, замечательно. Они там как-то шутят на эту тему. Драк не было. Был очень смешной случай в том году. Значит, выходит одноклассник Максима, подходит ко мне. И такие глаза горят. Он говорит, тётя Нина, а вы представляете, представляете? А одна девочка, называет имя, одна девочка у нас в раздевалке, она избила, избила. Думаю, сейчас будет какая-то офигительная история. Она избила другую девочку, другую девочку избила. Колготками. И я как начинаю ржать. Мама, эти девочки всё слышат, шутки поворачиваются. Вроде бы это какая-то сенсация. Надо сказать, нет, нехорошо драться колготками. Ну, меня просто на ха-ха тогда разобрало. Потому что такая была прелюдия, как будто сейчас просто блокбастер будет. Вот такой вот нереальный. Оказывается, кто-то кого-то избил колготками. Это, конечно, нечто. Ну, в целом, так вроде всё ничего. Однако Максим к концу учебного дня выходит такой весь уставший. Там он себя старается держать в рамках, хорошо себя вести. Выходит, расслабляется, и начинается агрессия, ой, автобус пришёл не тот, ой, а что тут снег, а почему здесь дождь, а вот что так... И вот ищет, к чему придраться, вот чтобы эту энергию, которая у него накопилась, негативную вылить. И начинается вот эта агрессия на брата, что брат во всём виноват, хотя он в этом не виноват. Ну, просто надо ему, видимо, это всё слить, то, что накопилось за день. И начинается невероятное нытьё. И только у нас, там тоже есть у некоторых детей такое же. Ну, вот, там, не знаю, наступила зима, это очень плохо, или там солнце зашло за тучи. В общем, лишь бы к чему придраться, чтобы хоть как-то вот эту вот всю энергию свою высвободить. Нытьё, нытьё начинается. Брата начинаем пинать, начинаем его обзывать. Они начинают бороться, кто первый нажмёт на кнопку в лифте, хотя, казалось бы, Максу 9 лет. Ну, какие кнопки уже в 9 лет? Нет, надо бежать до друга, пиная, сталкиваясь с лестницей. Кто быстрее нажмёт? В общем, я их как-то сдерживаю одного ногой, другого рукой, чтобы они не подрались, не упали с лестницы. Сама нажимаю. В общем, у нас каждый день какой-то вот кавардак с этим створится. Ну, Максим брата обижает. Может толкнуть, пнуть. Один раз он выдал в аэропорту. Сидели у нас, задержали рейсы. Это уже ночь. Всем всё надоело. Роме купили чипсы. Максиму не купили. И начинается на весь аэропорт. Почему ты его родила? Зачем ты родила мне этого брата? Народ сидит и просто ржёт. Кто-то слышит вокруг. А я уже знаю этот монолог, уже дословно что там будет сказано. Зачем мне было без него нормально? Да почему же ты его родила? Хотя Максим при этом пользуется игрушками брата, какими-то привилегиями. Ещё что-то купили Роме, он в это играет. Но Роме нельзя трогать игрушки Максима. А Максиму можно трогать игрушки Ромы. Он говорит, я имею права, а он нет, потому что, а потому что вот я так сказал. Ой, с братом это, конечно, нечто. Теперь у нас новая фишка. Максим тайком учит брата повторять плохие слова. Рома не понимает, что они означают, но поскольку видит реакцию брата, а, ну, брат смеётся, наверное, что-то прикольное, да? И начинает это повторять. Максим смеётся, тем самым это всё закрепляется. Такого научил. Из самого безобидного, это то, что Максим научил Рому обзывать колонку Алису. Рома подходит к Алисе и говорит, Алися, ты дуля, Алися, ты дуля. А она там начинает обижаться. Алися, ты Сири, Алися, ты Сири. Алиса говорит, ну, это уже совсем неуместно. Это вообще, что сейчас было? Возмущается Алиса. Это самое такое безобидное. Один раз Рома это всё повторил на площадке. А ты дуля, а ты дуля. На какую-то девочку я сразу говорю, что это такое, там, извините, извините. И это самое безобидное. Потому что мы ещё всякие ругательствами Романа научили. Рома иногда это выдаёт. Я стараюсь не реагировать, чтобы хотя бы с моей стороны это не закреплять. Но Макс это всё закрепляет, ржёт, ха-ха-ха, я научила брата говорить плохие вещи. Вроде бы в садике брат этого ничего не повторяет. Я надеюсь, что и не будет. Так, это всё, что касается брата и агрессии. Да, агрессия есть. Агрессия есть ещё при игре в планшет. Что-то там у него не получается. Он начинает кричать на этот планшет. Ещё Максима общается по скайпу с другом. И они вместе играют в онлайн-игру. Они там какие-то постройки строят. Героев создают. Меняют там одежду, ещё что-то. Какие-то силы им приобретают. Ну, то можно общаться, как бы вместе играть. Вот именно в игре они встречаются и там вместе играют. Когда у них что-то не получается или кто-то что-то не сделал, начинается всё. Я удаляю тебя из друзей. Это я тебя удаляю из друзей. Сейчас я тебя заблокирую. Нет, я тебя заблокирую. Короче, другу удаляют, блокируют на следующее утро. Ой, я его удалила. Как же мне теперь найти? Я не могу его заново найти. Добавить друзья. И вот это... Ой, значит, всё. Вот это кошмар, короче. Друга находят, опять добавляют, опять играют, опять что-то строят друг друга, рушат. Вот, в общем, интересно. Ну, эта игра, она популярна сейчас. Меня попросили купить пенал с Брау... Нет, не с Брау Старс. Брау Старс у нас портфель. Пенал у нас Роблокс. Человечки из Роблокса. Мы их даже лепили из пластилина, что тоже неплохо. Ребёнок что-то лепит. Много чего, какие-то аксессуары у нас. Чего только нету. Кружки. Вот. К нам вернулся Тик. В том году был Тик. Максим делал головой вправо-влево. Вот так, как будто нет-нет. Вот так быстро. То ли на фоне стресса, то ли, может, что-то защемило. Потом оно само прошло. Я помню слова психиатра Иссея Осина, когда Максим делал вот так два года. Он сказал, что не обращать внимания. Эти фишки, они будут всегда, они будут меняться, что-то будет проходить, что-то появляться. Сильно не беспокойтесь, это не опасно для жизни. И вот у нас опять появился этот право-влево головой тряска. Скорее всего, он опять же пройдёт и может на что-то другое заменится, на теребление себя, на занос, на губу и ещё же что-нибудь. Есть у нас автостимуляция. Никуда не делись, но они хотя бы дома. Это прыжки от подоконника к шкафу. Он бегает вот туда-сюда, пшикает что-то ртом, изображает то, что он играет в игру. Он в каком-то образе находится и что-то себе там представляет и бегает. Вот эти звуки героев из игры ещё повторяет. Носится, прыгает туда-сюда, с дивана на пол, там кто-то бегает. В общем, это всё есть. Братс бегает за ним. Вот примерно так и не играет. Но я бы не сказала, что это прям как-то мешает или это социально неприемлемое поведение. Этого ничего нет в общественных местах, поэтому запрещать автостимуляцию тоже не нужно. Это всё должно быть в какой-то золотой середине. Вот это, в принципе, всё, что я хотела рассказать. Можно ещё рассказать про то, что Максиму крайне тяжело долго находиться в школе, соответственно, на продлёнку он ходить не может. Он там сто лет не ходит, он там не ест, он там уроки не делает. У него большой-большой страх, что его ставить на продлёнку. Он очень злится, если я хоть на 30 секунд опоздаю за ним, потому что у него какой-то страх перед этой продлёнкой. Не хочет он ходить на английский, который после уроков, но там нужно час ждать на продлёнке, чтобы начался английский. Как он орал после этого английского, что я всё это ненавижу, эту Англию, чтобы её там во все... В общем, не важно, чтобы... Англия плохая. Я говорю, ну почему Англия плохая? Потому что там английский. Мне нужно учить английский, поэтому Англия плохая. Но я говорю, ну вообще-то английский не только есть в Англии, но есть и в других странах. Ой, как же мы замучились с продлёнкой. В общем, продлёнка отпала раз и навсегда. Я его забираю вместе со всеми после уроков сразу же. Вот так. Из интересов. Они менялись. Сейчас это игры на планшете. До этого была погода на планшете. Он смотрел во всех приложениях погоду. Говорил мне, какая погода в каком городе, в какой стране и какие столицы. Он знал разные столицы городов. Сейчас вот он всё забросил. Говорил, что вот здесь минус 25, а вот здесь столько-то, а вот здесь будет гроза, а вот здесь вот так вот. Как-то следил. Спрашивал, а почему здесь минус 25, а здесь ноль? А в какой стране сейчас лето? А где сейчас зима? Где сейчас тепло, холодно? Ну вот что-то такое. Но сейчас мы тоже немножко отошли от погоды. Он её каждый день перестал проверять. Ещё у нас было интересно. Максим начинает хитрить. Он может стащить конфеты. И чтобы я не нашла эти обёртки, спрятать их, например, за телевизор. Но я всё равно нахожу, так или иначе, и понимаю, что он подъедает. Раньше такого не было. Он всегда продерживался правил, что вот надо там поесть основное блюдо, и там, не знаю, сделать домашнюю работу, получить планшет, какую-то конфетку. А сейчас он тайком это всё берёт. Такой обнаглевший стал. Ой, может обмануть, где-то прихитрить. Ну, уж видно, что уже всё-таки взрослеет, психика меняется. Один раз случайно заблокировал телефон. Скорее всего, он его опять заблокировал, поэтому я его найти не могу. У нас был старый телефон без сим-карты, где Рома смотрел мультики. И Максим захотел поставить на него пароль. Он его поставил и забыл, какой был пароль. Спрятал телефон. Я его ищу, 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 и не могу. И тут он как-то признаётся, что я поставил пароль, не ругай меня, показал, где телефон. Мы там подбирали, подбирали. Он вроде помнит, а вроде не помнит. Там что-то 1, 2, 3, 4, 5, что-то такое. Мы всё-таки подобрали, разблокировали. Я его попросила больше не ставить никаких паролей на мои девайсы. И опять этот телефон пропал. Возможно, опять там появился пароль. И Максим решил избавиться от улик и куда-то его засунул. И, кстати говоря, комментарии я закрываю, потому что у меня нет каких-то ресурсов, нервных сил, времени читать всё, что там написано. Там есть хорошие комментарии. Спасибо за них. Были. Точнее, да, я сейчас закрыла. Но есть какие-то просто неадекватные, написанные капслоком. Я не знаю, что это за люди, хейтеры какие-то или кто. Поэтому кому нужно, я оставляю всегда свою почту. Мне пишут мама и даже папа особенных детей. Мы с некоторыми продолжаем общение, обменяемся опытом. И девочки появились. То есть девочки сразу, мамы их мне пишут. Так что, если вдруг что-то срочно надо, то это по электронной почте. Комментарии, к сожалению, у меня нет возможности разбирать. Поэтому так.